всем привет друзья с вами беннет и сегодня я хотел бы рассказать вам о своем очередном приобретении фотоаппарате canon 600d наверное все же это будет не просто обзор только этого фотоаппарата но также и обзор моих объективов и микрофона которым я записываю звук прежде всего вот здесь на ютьюбе я настоятельно рекомендую включить режим просмотра 1080p то есть full hd вот тут прямо тут итак если вы следите за нашим творчеством то знаете что у нас уже был зеркальный фотоаппарат canon 500d этот фотик был у меня еще до покупки видеокамер canon legoire hf s21 именно им я начал снимать свои видеоблоги начиная с первого выпуска вообще я стараюсь всегда достигать наилучшего результата используя бюджетные средства и относительно недорогое оборудование именно соображениями экономии средств чаще всего продиктован мой выбор того или иного устройства понятно что если хочешь максимально качественную картинку достаточно купить mark 2 или уже mark 3 но не каждый потянет по деньгам такой девайс несмотря на то что хедлайнер canon 5d mark 2 уже пришел на смену марк 3 более современной и навороченной цена на предыдущую модель осталась весьма высокой и так почему же я сменил 500d на 600d в чем разница я буду сравнивать лишь те аспекты которые касаются съемки видео так как фото меня не особо интересует и если судить строго по техническим характеристикам то эти фотоаппараты применительно к фотосъемке практически не отличаются собственно 600d имеет несколько существенных и ощутимых преимуществ перед 500d который сразу ставит его гораздо более выше на шкале привлекательности для видеомейкера первый и пожалуй самый главный плюс размер снимаемого видео canon 500d снимает видео размером 1280 на 720 то есть 720p с частотой кадров 30 в секунду это единственный нормальный видеорежим на этой модели есть поддержка full hd то есть 1920 на 1080 но частота кадров при таком разрешении всего 20 кадров в секунду сами понимаете с таким fps от этого full hd толку почти нет вряд ли кто будет использовать такой режим я даже не знаю где его можно использовать разве что снимать некое подобие таймлапсов начиная с 550d и все более старшие модели включая и мой 600d имеют полноценную поддержку режимов full hd могут снимать в режимах как пал 25 и 50 кадров в секунду так и нтс c 24 и 60 кадров в секунду соответственно следующим важнейшим преимуществом является наличие входа на внешний микрофон который отсутствовал на 500d вынуждая меня записывать звук на другое устройство а потом синхронизировать процесс синхронизации несложный и вы можете посмотреть как это делается вот в этом видео тем не менее хоть действие это простое но все же она отнимает время причем зависимости от количества снятого материала это время увеличивается по-любому лучше просто взять и сразу записать нормальный звук когда есть такая возможность и фотик имеет соответствующий разъем многие фотоаппараты как собственно говоря и моя видеокамера canon liga hf s21 поддерживают только активные микрофоны то есть микрофоны со встроенным дополнительным питанием такие микрофоны всегда стоят дороже чем пассивные из-за наличия батарейного отсека или аккумуляторного блока питания обычный пассивный микрофон например этот компьютерный не имеют дополнительного питания тут просто есть сам микрофон и провод со штекером питаются такие микрофоны непосредственно от устройства в которые они подключены этот в частности от компа к счастью в 600d в полной мере реализована поддержка как пассивных так и активных микрофонов микрофон который я подключал к своей камере canon а теперь использую и на новом фотоаппарате это конденсаторный проводной микрофон аудиотехника atr 3350 со стандартным штекером три с половиной дюйма во время съемки я использую два объектива первый универсальный так сказать репортажник canon efs 17 85 миллиметров оптимальный объектив для съемки всего подряд хотя далеко не самый лучший за деньги которые я за него отдал просто когда я покупал его я совершенно не разбирался в объективах и купил просто описав что мне нужно продавцу в общем-то снимает он неплохо хотя в нем есть существенные недостатки насчет неплохо я успокаиваю себя в общем не советую вам брать эту модель второй объектив у меня простой фикс портретник canon ef 50 182 и с этим объективом мне реально повезло я очень им доволен снимает он просто на 5 баллов кстати говоря у него рекордно низкая для и его стоимость всего лишь чуть менее 4000 рублей это оригинальный объектив от canon по такой цене другого такого же качества объектива просто не найти минусы в нем практически нет я во всяком случае их не заметил если почитать различные отзывы об этом объективе в сети то все лишь жалуются на громкий звук работы моторчика фокуса так как мотор не юсм обычный но меня честно говоря это абсолютно не напрягает на фотоаппарат я как правило снимаю что-то художественное и звук с него мне вообще не нужен а на моем новом фотоаппарате уже есть вход на внешний микрофон подключив который я уже не буду записывать посторонние звуки жужжание моего объектива в общем этот объектив я с уверенностью рекомендую всем вы получите отличную четкую по цвету картинку с потрясающей глубиной резкости и все это за какие-то 3-4 тысячи рублей дешевле и лучше попросту не существует но вернемся к 600d эта фотокамера была признана лучшей по качеству записи видео в своем ценовом сегменте даже камеры более высокого модельного ряда не обладают теми же характеристиками которые есть у canon 600d во первых у 600d полностью разблокированы все настройки в режиме видеосъемки то есть у вас есть возможность полностью все настроить вручную включая экспозицию которая вообще не отключается на большинстве полупрофессиональных устройств самое интересное что на многих устройствах меню есть опция ручного режима и отключения автоэкспозиции но на деле она все равно работает и автомат подстраивает яркость без вашего участия на этом примере вы видите когда темный человек входит в кадр происходит вспышка и освещенность меняется это и есть автоэкспозиция на 600d ее можно полностью перенести в ручной режим но в довершении хотел бы поговорить о комплектации фотоаппарата анбоксинг я делать не буду так как фотик я уже распаковал и запаковывать назад желания нет я уверен что вам и так будет все понятно тем не менее у меня все осталось и я просто вам покажу все по отдельности в такой вот коробке продавался мой фотоаппарат в ней находился сам фотик китовый объектив зарядное устройство комплект необходимых для подключения проводов usb кабель тюльпана для подключения к аналоговым входам телевизора hdmi кабеля в комплекте к сожалению нет поэтому если вы собираетесь просматривать видео на большом плазменном телевизоре непременно докупите его в общем я сам покупкой очень доволен данная модель превзошла все мои ожидания и я всем рекомендую ее как оптимальный бюджетный вариант это видео изобиловало тестами съемки в различных условиях с двумя разными моими объективами поэтому я думаю вы сами сделать для себя вывод о качестве полученных видео материалов на этом все если вы нашли этот выпуск полезным для себя то поддержите наш проект и подпишитесь на наш познавательный канал и конечно же рассказывайте о нас вашим друзьям рекомендуйте знакомым и родственникам ведь именно ваши просмотры лайки интерес к нашим передачам дают нам силы делать их вновь и вновь с вами был бэннет будьте в курсе друзья дают нам силу Субтитры сделал DimaTorzok